Казахстан Меня зовут Смаков Мухаммед, учусь я в 15-й школе и учусь я в 11-м классе. И хочу сегодня вам представить книгу Назарбаева «Эра независимости». Он написал эту книгу в историческом, публицистическом стиле, что показывает его отношение к новой истории нашей страны, показывает его будущее и его прошлое. И хочет он отметить, что Казахстан прошел очень много испытаний за 26 лет независимости. Я сейчас зачитаю вам отрывок из его книги. Предначертание столицы. Миссия Астаны в 21-м веке. Новая столица соединила прошлые страны с ее будущим. Город в самом центре Казахстана, сбывшаяся мечта наших далеких предков. А великая степь, его главный потенциал. Для меня это было очевидно еще в 1990-е годы, когда Астана существовала всего лишь в моем воображении. В сердце Евразии, в этой красивой метафоре, я стремился выразить новую реальность независимого Казахстана. Через Астану мы открыли новый Казахстан глобальному миру. Но прежде всего, этот город по-новому мы открыли для себя, для своего отечества. Строительство Астаны стало в эти годы самым грандиозным мегапроектом на всем постсоветском пространстве, показавшим потенциал нашей страны. Сегодня Астана – это сосредоточие новой истории Казахстана. На примере Астаны можно судить о развитии всего нашего государства в 21-м веке. Астана заняла главное место в политической жизни Центральной Азии. Ее влияние на происходящее в регионе процессы только усиливается. 1-го и 2-го декабря 2010-го года на проходившем в Астане саммите ОБСЕ наше государство, исполнявшее тогда обязанности председателя этой организации, выступило с важными инициативами евразийской безопасности и сотрудничества, став дальнейшим активным проводником новой политики. Сегодня в центре Евразии, на древней земле Казахстана, начался диалог лидеров великих народов, творцов истории человечества на протяжении тысячелетий. Отмечалось много выступлений на саммите. В наших силах сделать самый большой материк планеты Евразию общим пространством мира, основанным на общих ценностях, доверии, традициях, транспарентности и толерантности. Именно в этом я вижу исторический смысл и предназначение нашего саммита. Новая столица Казахстана, Астана, наглядно демонстрирует идею о государстве развития, олицетворяет уникальный казахстанский путь, символизирует устремленность Казахстана в будущее. Сейчас, когда на моих глазах Астана продолжает стремительно преображаться, я вспоминаю, как мечтал о том дне, когда она пристанет перед нами во всем своем великолепии. О том дне, когда Астана будет городом высочайшей культуры, воплотившим в себе великие духовные ценности Востока и Запада. На крутом подъеме вторая модернизация Казахстана.